Ирина Энгелес окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Работала помощником ректора Агики, специалистом, затем руководителем отдела развития профессионального искусства кино, Министерства культуры и духовного развития Республики Саха, Якутия. Организатор и исполнительный директор Якутского международного кинофестиваля. Вспоминаю первую кинопродукцию, документальный фильм «Крылатая ладья». Есть там эпизод, где Саха-театр выезжает через реку Лену на пароме, плывет в сторону другого берега, Министерства Коголасского района, для встречи с Якимом Избековым, который я организовал так. И мы молодые, энергичные, и мы вот танцуем на пароме Асохой. В этом круге идет, танцует с нами молодая женщина, и это оказалось твоей мамой. А еще по кругу идет еще маленькая девочка совсем, пятилетняя такая. Потом я выяснил, что это оказывается Ирина Энгельс. Для меня, вот вы человек, который вошел как бы через кино, через кадры, через фильм документальный. Вот сейчас заняты кинофестивалем, международный кинофестиваль, якутский называется, да? Якутский международный кинофестиваль. Так. Вот что вас как бы подвигнуло, что вы занялись киноом? Я помню, что какая-то широкая палуба, люди танцуют круговой танец, какие-то там байнисты еще, что-то такое. Но мне казалось, что это мне приснилось, и это таким флешбеком периодически всплывало в моей памяти. И потом, спустя годы, в 2010 или 2011 году, случайно как-то, я не помню, как попала вот эта запись, да? И там я узнала маму и даже увидела себя. Ну, это очень вообще интересно, когда вот так вот то, что было в голове, потом появляется это все вот на экране, да? И как-то вот соединяется. Очень, ну, ощущения очень такие странные. Как бы сон, воспоминания и реальная картина. Да. Кино в моей жизни имеет очень большое значение. Я очень люблю кино с юношества, скажем так. И всегда была фанаткой кино, смотрела много. И в университете, когда заканчивала, дипломную работу писала по кино. Потом пришла в культуру. И как-то вот тоже вот так вот все пошло в кино. И получается, что в 2011 году мы организовали республиканский фестиваль кино Арктики, который впоследствии стал в 2013 уже Якутским международным кинофестивалем. Ваша биография читала о том, что дипломная работа связана... С кино. Она называлась «Взаимосвязь кино и моды» именно как социальный аспект, как вообще кинематограф влияет на нас. Потому что это не только касаемо моды, именно там фэшн, да? Это касаемо именно поведения, какие-то привычки люди берут, если персонаж нравится. Это может быть отрицательный или положительный. То есть оно и положительный, и негативно может повлиять. То есть кино влияет на общественное сознание, на поведение, на образы создает, который подражает и молодежи, да и взрослые тоже. Многие, особенно советские фильмы, они создавали такой образ даже твоего поведения. Мы подражали, я помню, я подражал советским фильмам. То есть кино важнейшее из искусств, как говорил классик, да? Ну, лично для меня, да. Кино, потом моя любовь к театру, наверное, но кино первостепенно. Сейчас можно говорить о феномене якутского кино? Об этом уже говорят много лет, начиная, наверное, с 2011 года. Сформулировали и кинокритики, и люди, которые занимаются кинематографией, как культурологической наукой, да? И можно говорить, конечно. Якутское кино существует, и действительно это феномен. Да, вот кинобум такой, да? А вот какой самый критик, который более так чётко сформулировал этот феномен якутского кино? Ну, на мой взгляд, лучше всего это сформулировал кинокритик Антон Долин, который написал 10 причин вообще якутского чуда, феномена якутского кино. Вот главные три причины, какие он назвал? Это было непрофессионализм, он подразумевает то, что... Дилетантизм, то есть профессионализм как что? Но когда ты не знаешь каких-то точных наук, тогда у тебя нет страха. То есть наши кинематографисты, они не боятся делать. Или стереотипов нет, да? Ну да, нет стереотипов, нет какого-то вот, то, что на них влияет вот так сверху. И за счёт этого получается, что они свободны в своём творчестве. Непрофессионализм вот именно в этом проявляется. То есть он всё-таки ушёл от слова дилетантизм. Потому что дилетантизм как бы отрицательно, а непрофессионализм он в таком положительном плане. Да, да, в положительном, конечно. Странно, как же так? Непрофессионализм это может трактовать... Ну вот как, допустим, Наговицын Прокопий Романович. Есть такой режиссёр, учитель, ну как в экспедиции он с детьми ходит. И он часто выступает научным консультантом на фильмах. И он в своём фильме, там у него есть какой-то момент, где поливают сухое дерево, да? Он говорит, когда я это снимал, я не думал о том, что уже существует это, что это было там у Сокурова или у кого-то. По-моему, было у Тарковского. У Тарковского. У Тарковского, да. И, то есть, получается, что он, просто это его вело, как бы он понимал, что это нужно сделать, показать. Какие-то там, не знаю, мировоззрения, что-то. А на самом деле вот как-то вот в этом плане. Вот какой этап сейчас переживает якутское кино? Поскольку вы проводите кинофестивали. Который кинофестиваль? Шестой. Это уже вы как исполнительный директор, да? Как исполнительный директор. Ну, я понимаю, что там много технической работы, не успеваешь там осмыслить и так далее. Тем не менее, вот, всё-таки вы находитесь как бы в тренде и внутри всего этого процесса. Вот какой сейчас период, какой этап переживает якутское кино? Ну, якутское кино, по крайней мере, в России о нём многие знают. Многие слышали. Это касаемо именно, наверное, профессионалов, тем, кто занимается кино, тем, кто любит кино. Все знают о якутском кино, что это ведущий регион в нашей стране по производству. Тем более, вот, два года назад гран-при взяли на Московском международном кинофестивале фильм «Царь птицы». За эти годы, да, когда всё начиналось, в 2009-м, 2011-м году, наверное, вот так вот всё активно, да, в 2011-м году, по-моему, или в 2014-м вышло 20 фильмов в год. Сейчас выходит 6 фильмов в год. То есть раньше... А что это говорит? Ну, сейчас ушло всё в качество. Выросли кинематографисты, вырос зритель, потому что требования зрителя тоже выросли. Они уже не будут смотреть всё подряд. Им важно там и художественная составляющая, и техническая, чтобы это была качественная картинка, звук, чтобы сюжет был, драматургия, интересная история. Вообще, в кино всегда самое главное – это сценарий, и самое главное – это, как говорят, стори-теллинг, да, то есть история, чтобы была рассказывана внятно, интересно. И почему вот эти вот фильмы побеждают, да, вот последний, там, «Царь птица», «Надо мной солнце не садится», потому что они говорят общечеловеческим, наверное, языком, но с применением традиционной культуры. В общем, говорят о том, о чём говорит весь мир, но они говорят своим языком. Вот особенность – это вот какая-то такая аутентичность. Это научное слово какое-то есть, самоидентификационное. То есть, снимая кино и рассказывает историю, происходит процесс самоидентификации. И вот слоган, который для будущего, буквально на днях… Путь к себе. Путь к себе, да, путь к себе. Вот это очень точный такой путь к себе, через кино путь к себе. То есть зритель приходит, смотрит кино, и видя эту историю, эту тему, которая затрагивает его, берёт за душу там, происходит движение как бы пути к себе. Вот это очень точный, точный слоган вы придумали. А скажите, а вот всё-таки прошедший кинофестиваль пятый был, да? Какая тематика там была, это прошедшего кинофестиваля? Главная тема нашего фестиваля – это сохранить себя, то есть сохранение своих традиций, культуры в глобальном мире. Все мы становимся одинаковыми. Насаждение масс-медиа, вот этого всего, утрачивается язык, культура, традиции. И вот через, получается, через кинематограф мы пытаемся разобраться в том, кто я, к чему я принадлежу вообще. Как вот сохранить то, не знаю, прекрасное начало, то, что заложено предками и вообще в том, что сейчас вообще в мире происходит. А вам не кажется, что есть какой-то парадокс такой? Кино же всё-таки искусство, назовём так, как вообще человеческое, глобальное, новые технологии и так далее. То есть вы говорите о том, что глобальная, глобалистская такая унификация, глобализм унифицирует, стирает грани, стирает разнообразие такое. А фильм-то оттуда, технологический, ну, американский фильм и так далее. А вы говорите, что наше кино как раз вот, как вы сказали, то есть путь к себе, самоиндификация, то есть наоборот. Сохранение себя, традиции. Фестивали проводят для того, чтобы этого стирания не было, чтобы не было унификации. Не является ли это как бы парадокс, противоречием? Якутский международный кинофестиваль, он рано или поздно всё равно возник бы. Потому что у нас есть свой кинематограф, у нас есть успешные картины, есть свой прокат. И якутский международный кинофестиваль, это как они идут параллельно с производством, это как поддержка общих кинематографистов. Почему общих проводятся в кинофестивале? Наверное, чтобы увидеть какие-то, вообще, что происходит сейчас в мире. И ты не всегда можешь оказаться в какой-то точке земли, но через кинематограф ты можешь узнать, что тревожит там человека где-нибудь, не знаю, в Индии или в Китае, о чём он думает, какие у него там мечты, желания. И в то же время кинофестивали делаются для зрителей, потому что всё равно у кинофестиваля какая-то такая, скажем так, ну, может быть, просветительская функция всё равно присутствует. Кинофестиваль – это ещё и бренд региона, это имиджевый бренд. Возьмём там Канны, Венеция, Берлин. Всё равно они возникали как какой-то туристический аспект, да, потому что это дополнительные средства привлечения в казну, в бюджет города, там, государства. И это общение. Для кинематографистов это, прежде всего, общение, знакомство, посмотреть на себя со стороны, получить какую-то оценку своего творчества от тех же там членов жюри, кинокритиков. И кинематограф, вот якутский международный, я считаю, что он один из важнейших механизмов развития вообще якутского кино. Все мы связаны, как вы говорите, все мы в одной лодке. Мир, на самом деле, не такой большой. И в любой сфере, будь то культура, там, даже, ну, если разделять культуру, там, кино, театр, это вот как в социальных сетях, когда добавляешь кого-то в друзья, там же вылазят общие друзья сразу. И там бывает, что ты удивляешься, о, оказывается, этот человек знает этого, 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 этого. То есть кинофестиваль для деятелей кино, это, прежде всего, знакомство, общение и вот оценка своего творчества. Кинофестиваль расширяет границы восприятия мира. Границы восприятия мира, когда не только сам кинематографист, а еще и зритель, вот мне очень понравилось, что он, видя какой-то фильм иранский, например, или германский, или китайский, и так далее, тем более российские фильмы, зритель как бы сверяет самого себя с происходящими процессами в мировом пространстве. Вот это очень, очень правильная, я думаю, мысль. Для наших кинематографистов что такое кинофестиваль? В Якутии мы очень изолировано живем. С одной стороны, это наш плюс, да, что мы благодаря этому, наверное, сохранили язык, культуру, традиции. В то же время у нас нет таких возможностей доступа до культурных ценностей. Ну вот в больших городах же там приезжают какие-то выставки изобразительного искусства, там проводятся какие-то там фестивали театральные. То есть постоянно идет подпитка вот духовная, потому что без этого в жизни никак. Во время любой там, не знаю, войны, депрессии великой и так далее, всегда спасало искусство. Возьмите вот Микки Маус, кстати, в Америке возник в период Великой депрессии. Голливуд-то возник тоже в результате депрессии. Да, да, да. В рамках кинофестиваля мы делаем образовательную программу, куда приезжают деятели кино, которые дают мастер-классы, творческие встречи. Приезжают авторы этих работ, и ты всегда можешь задать вопросы, которые тебя волнуют. Как снимался фильм, на какую камеру снимался, вот иногда очень спрашивают там. Как звук делался, то есть это такой вот обмен опытом. Фразу вы сказали, да, говоря о том, что мы живем изолированно. Ну, век интернета, век сетевого сознания, такое, о Якутии, ватсап-сознание. В каком смысле мы изолированы? Географически, инфраструктурно, наверное. Ну, как пример приведу, да, я познакомилась с Марио Кассаром. Это, ну, один из известнейших вообще продюсеров, который был продюсером фильма «Терминатор», «Шоу Геллз», который Рэмбо открыл миру Сильвестра Сталлоне. И когда, и первое, что у него было, когда он меня спросил, какие авиакомпании к вам летают, какие гостиницы у вас. То есть приглашение каких-то вот таких вот звезд, оно накладывает определенные, как это, технический райдер, скажем так, да. У нас не все есть возможности обеспечить вот эти все условия пребывания этого человека, да. И вот крупные мероприятия, как культурные, как спортивные, они способствуют тому, что инфраструктура начинает меняться. То есть мы приглашаем там какого-то человека, нам нужно отремонтировать дороги. Или нам нужно там все почистить, помыть, привести в порядок, что-то отстроить, что-то там открыть, чтобы вот подготовиться. Вы же когда приглашаете гостей домой, вы же не сидите там в бардаке каком-то, вы же всегда убираетесь, готовите самое лучшее еду. Я просто вспомнил в советское время, когда приезжал там секретарь ЦК, то есть заборы красили, дороги, и это так, да. Нет, но это не должно быть такое какое-то показное, да. Просто это должно быть осмысленно вообще, что мы все должны всегда развиваться, меняться. То есть то, что благодаря каким-то культурным, там, спортивным событиям меняется, потом это же все остается. И это тоже помогает и жителям комфортно жить. Вот я в Ютубе смотрю мастер-классы разных, ну, выдающихся режиссеров, так, да, и ловлю себя на мысли о том, что вот то, что вы очень точно тоже сказали. Личное общение, ну, например, там, Сокуров, там, был бы Тарковский, был там, или Михалков, или величайшие, значит, режиссеры, для меня куда важнее, чем увидеть их с теми же, возможно, с теми же мыслями видеть через носители разные такие, да. И поэтому личное общение, оно, я считаю, что культуре, в искусстве дают куда больше, это даже необъяснимое, необъяснимое, может быть, словами не сформулировать, но это очень важно. Поэтому, когда вот вы на фестиваль приглашаете, во-первых, и звезд, ну, звезды для чего? Для того, чтобы, с одной стороны, еще и придать этому, ну, некоторые только ажиотаж, и так далее, да. А вот личное, профессиональное общение, это самое, оно бесценное, вот, бесценное. Я вот благодарна судьбе, ну, во-первых, что я познакомилась вообще с вами, с человеком, который повлиял вообще на культуру Якутии, сохранил вот эти наши традиции, возродил все это. И вот у меня еще, наверное, есть такая встреча, у меня их было две с одним человеком, это Мартин Скорсезе, это мой любимый кинорежиссер. И я дважды была на мероприятиях, где он вел, где-то он был, отвечал на вопросы. И просто вот даже нахождение вот в одной комнате с этим человеком, для меня это вообще бесценно. Поэтому вот встреча с какими-то людьми, которые приезжают, да, профессионалами, настоящими своего дела, чей труд вообще оценен в мире, то есть тот же самый Александр Сокуров, он входит в 100 великих там кинорежиссеров мира, включен в этот список. То есть вот это прикосновение, присутствие, это вообще бесценное. Профессионалы это очень важно, да и не только профессионалы, для зрителя, который видел фильм от Скорсезе тогда, он же, для него это тоже событие такое, это очень важно. Но вот чуть-чуть вернемся назад. Значит, наше киноискусство, у нас киноискусство все-таки, или кинопроизводство, так, как бы все. Все-таки мы достигли все-таки некоторых фильмов уже до киноискусства все-таки, да? Ну, я хочу немножко такую иллюзию, есть же такая иллюзия, что прямо о якутском кино знают все. Ну, не иллюзия, а так говорят. Да, мы так хотим. Да, так говорят, мы так хотим, но на самом деле, мне кажется, это иллюзия. Да. Потому что в большом мире, в мировом, о нас не знают вообще. Мы были на кинорынке в Берлине, у кинокомпании «Арт дойду» был свой стенд, вообще впервые это случилось, благодаря воле и энергии продюсера Марианны Скорбыкиной. Я представляла там якутский международный кинофестиваль, и у нас была такая презентация, потому что, ну, «Арт дойду» и «Арт дойду», кто мы такие, откуда мы, вот опять-таки вопрос, как там, самоидентификации, вот кто ты. И мы сделали такую вот карту, повесили, где находится Якутия, чем она славится, бренды, да? Бренды Якутии. Я вот не знаю, как сделать так, чтобы весь мир узнал о тебе. Ну, надо создавать великие фильмы. Наступило время, время для якутского кино еще больше, как бы, нахождения себя, путь себе. Вот наступило время. И там, значит, что главное? Вот что главное для наших кинематографистов, режиссеров, художников, актеров? Что вот самое главное востребовано? Что стало сейчас остро необходимым? Сейчас встает вопрос о профессионализме. У нас есть энтузиазм, но все равно смотрят, покупают те же дистрибьюторы то кино, которое качественное технически. Это для всех вершина творчества, это, наверное, Оскар. Многие из картин, они снимаются вообще на пленку. Когда фильм снят на пленку, совершенно другое звучание. Вот болгары снимали здесь фильм «Ага» с якутскими актерами. Они же снимали на пленку, и этот фильм, он был участником Берлинского кинофестиваля. Потом он Болгарь его выдвинула на Оскар. Главное, мне кажется, наступает время, когда нужно учиться. Это много читать, много смотреть, много общаться, стать открытым миру совершенно. Какой кинофестиваль у нас начинается? Шестой якутский международный кинофестиваль пройдет с 18 по 22 марта в городе Якутске. Главная площадка – это вот этот прекрасный театр, Сахо-Академический театр. Мы специально ставим DCP-оборудование профессионально для того, чтобы все дни шли фильмы здесь. То есть все фильмы будут идти в Сахо-театре? Конкурсные в Сахо-театре, и кроме этого во всех кинотеатрах у нас тоже будут вторые показы фильмов, они пройдут в кинотеатрах. Вот очень интересно, какие фильмы, какие страны будут представлены? Получается, что у нас в основном конкурсе 8 фильмов, в документальном 7. В основном конкурсе у нас представлено 14 стран, несмотря на то, что 8 картин, потому что некоторые картины в копродукции созданы. А в документальном 7 стран представлено. Германия, Франция, Россия, Исландия, Дания, Швеция, Казахстан, Эстония. 15 стран, да? Да, где-то 15. Еще, если считать вне конкурсные, там другие страны. Например, три фильма по сюжету или по тематике, какие они? Говорят же, что отличается все равно фестивальное кино и мейнстримное, которые смотрят все в кинотеатрах. Фестивальное – это немного другое кино. Это авторское кино. Оно, скажем так, для думающего зрителя. Человек, который хочет анализировать себя, вообще анализировать мир. Они совершенно все разножанровые. Там есть и драмы, есть мелодрамы, есть документальные фильмы. У нас вот в Якутии как документальное кино? В этом году у нас поступило свыше 900 заявок принять участие в кинофестивале из 40 стран мира. На прошлый фестиваль у нас было там по 100 и так далее. Но у нас еще повлияло, конечно, то, что у нас, наверное, перерыв был два года такой. Но все равно то, что большой интерес к нашему фестивалю, и причем фильмы вообще отовсюду. Там и Китай, и Бангладеш, и Иран, и Франция, и Корея, и Германия, и Восточная Европа, и Канада. Просто мы очень рады этому. Мир открывает глаза на Якутина, на 900 заявок. Это феноменально. Даже многие кинофестивали, возможно, не могут похвастаться количеством заявок. Я думаю, что 900 – это серьезно. Не, ну класса А-то они могут похвастаться. Нет, я говорю, многие говорят, фестивали-то много. В России вообще очень много фестивалей. А скажите, вот, а как... А какой вопрос был, Андрей Савич? 900, вы смотрите все, да? Как это? 900 фильмов. Ну, на любом кинофестивале всегда есть программный директор. Это человек, который... Он с образованием, он является кинокритиком, который смотрит фильмы, ездит по фестивалям, и там тоже отбирает. То есть это профессионал, который оценивает эти работы. Ему помогают еще отборщики. У нас программный директор Алексей Медведев. Это очень известный такой. Да, известный российский кинокритик. У него есть помощники-отборщики, которые тоже просматривают, отбирают фильмы, и дальше он уже формирует эту программу, потому что все равно формировать программу, мне кажется, это нужно обладать каким-то тоже, наверное, своего рода искусством тоже, чтобы каждый фильм перекликался, что-то общее были какие-то, да. Чтобы не повторялось, чтобы баланс был. Что-то вот, да. С чего начинается фестиваль? Какой фильм будет самый главный? Фильм «Белый-белый день», исландская драма. Фильм не совсем простой, но очень интересный. Мы всегда включаем в конкурсную программу якутские фильмы, и всегда в состав жюри включаем представителей якутского кино. Будет фильм «Нет бога, кроме меня» в основном конкурсе бороться за главный приз. Это чей фильм? Это фильм Дмитрия Давыдова, который до этого снял фильм «Костер на ветру», который был показан в Пусане. Режиссер, самоучка, тоже любитель, из АМГИ, учитель начальных классов, который имеет тоже множество призов. И вот это его последняя работа. Также у нас в конкурсе документального кино фильм Ивана Кривогорницына «Ганнибал». Это про фронтмена, рок-музыканта Харды, который он снимал пять лет, очень долго. И вообще я хочу сказать, что нам нужно обратить внимание на документальное кино. Потому что нам было тяжело отобрать именно... Мы даже дополнительно открыли сбор документальных фильмов из Якутии. Документальное кино – это какое-то наблюдение, мне кажется, в первую очередь. Наблюдение. И вот автор же не всегда формулирует то, что нужно сформулировать. Он, получается, наблюдает и дает зрителям самим переосмыслить и понять вообще. Понять персонажей и так далее. Он просто раскрывает этого героя. Но, с другой стороны, автор документального кино, режиссер или сценарист и так далее, или не сценарист, он все равно же снимает. Поэтому его глаз, его ракурс, он снимает именно это. То есть субъективно, думаете? Именно это, а не другое. Уже там есть как бы не только наблюдение. Нет, сейчас вот уже в документалистике снимают, вообще бывает все. То есть стараются. Сначала происходит работа с героем. Вот когда «24 снега» снимали, и вот Михаил Барынин, режиссер, он говорит, что мне пришлось поработать, чтобы герой мне начал доверять, чтобы он не закрывался. То есть это все равно какое-то понимание псих... Ну, режиссеры же все психологи классные. Ну, хорошо. Вот по поводу фестиваля. В фестивале, значит, участвуют наши... Сколько фильмов наших участвует? У нас получается в конкурсных программах два фильма. Кроме этого, мы покажем якутские фильмы разных лет, пять картин, и мы эту программу назвали «Путь к себе». Прекрасно. А кто... Председатель жюри, работает жюри. Председатель жюри кто? Да, в каждом конкурсе есть определенный состав жюри. В игровом кино, получается, в основном конкурсе у нас председатель жюри Борис Хлебников. О, какой он, Борис Хлебников. Да. Мы, на самом деле, очень... Он специально отменил поездку за рубеж на фестиваль, чтобы приехать к нам. То есть мы с ним договаривались еще, может быть, там давно, когда он... У нас еще как-то так традиционно получается. У нас вот приезжал был Сиро Гера, колумбийский режиссер, номинант Оскара. В прошлом году он участвовал в основном конкурсе в Венеции. Это очень крутой режиссер. И вот он у нас на четвертом фестивале был представлен с фильмом «Объятие змея». Взял за этот фильм лучшую режиссуру. И на пятом он, получается, согласился приехать в состав жюри. И вот с Хлебниковым, получается, тоже та же схема. Он получил лучший приз за режиссеру за фильмом «Аритмия» на пятом кинофестивале. И сейчас он возглавляет жюри шестого якутского международного кинофестиваля. Вот вы назвали, назвали, что есть, ну, не деловая, а образовательная программа. И там кто вот главный будет, кто интересный будет? Александр Сокуров. Сокуров будет? Ой-ой-ой, Сокуров же это, ну... Ну, величина. Да, да. Это он вот какой-то рейтинг, мировой рейтинг. Да, ну вот просто он титулованный режиссер, имеет награды вообще всех кинофестивалей, которые такие, авторитетные кинофестивали. Он является и заслуженным деятелем искусства, и лауреатом Госпремии, и в то же время вот он включен в сотню лучших режиссеров. То есть с ним будет творческая встреча, где он будет проводить свой программастер-класс, да? Ну да, где он будет общаться, отвечать на вопросы зрителей, расскажет о своем творчестве. Кроме этого, у нас пройдет лекция Антона Долина. Это тоже звезда такой кинокритиков. Как смотреть кино. В кинотеатре Лена мы сделаем эту встречу. Ну, Антон Долин, вообще, мне кажется, на сегодняшний день это самый медийный кинокритик. У него потрясающая вообще работоспособность. То есть он и пишет, он и в передаче участвует. И вот у него, кстати, недавно открылся канал, где он говорит о кино. Очень интересно, кстати. Ну и молодой, и потом энергичный. Потом он, по-моему, где-то в совете каком-то большом. Ну, он в экспертном совете Министерства культуры, Фонда кино. Ну, то есть, Ирина Андреевна, потому, как вы рассказываете об этом кинофестивале, то я, тот титиск в начале нашей беседы о том, что все-таки мы еще неизвестны для кино, это может чуть-чуть поуменьшить, да, поскольку все-таки тогда такие выдающиеся люди и такая вот, и 900 заявок, это уже говорит о том, что наш кинофестиваль и наше киноискусство, кинопроизводство, киноиндустрия начинает как бы становиться известным и Россия понятна, и миру тогда. Да. Вот. Вот. Сейчас вот я вот в результате нашего разговора пришел к мысли о том, что правильно, неправильно, вы это уже оцените, это о том, что наступает, видимо, время для нашего кино, для якутского кино, кроме такой самоиндентификации еще более глубокой пути к себе еще и выход на мировой кинематограф, так? То есть участие, сколько уже участвует-то в кинофестивале? По-моему, очень много участвует. Нет, сейчас еще, чтобы выйти, мне кажется, это должны создавать фильмы с другими странами. Совместные. копродукция. Потому что даже вот если где-то искать средства на создание кино, те же самые международные фонды, они все дают охотнее, даже не охотнее, у них это первое правило, чтобы в составе допустим, там, или продюсер, или в составе съемочной команды был человек именно из этой страны. То есть если вы хотите снимать там, ну, привлекать средства, допустим, там, из фондов кино, не знаю, там, Германии, Франции, вы должны, чтобы у вас в фильме был, допустим, продюсер из, там, Франции, Германии. Понятно. Вот смотрите, этот год у нас, год патриотизма для республики, год по всей России, по памяти и славы, так. У нас-то будут кинофестивали, фильмы? У нас будет потрясающая программа, мы ее назвали «Помни», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы получили официальное разрешение Карена Георгиевича Шахназарова о том, что мы можем показать картины, это просто величайшие картины, я сама с удовольствием бы их посмотрела на большом экране, это «Летят журавли», «Иваново детство», «Восхождение», «Лариса Шипитько», «Обыкновенный фашизм», пять картин там. Задействованы какие кинотеатры? «Лена», «Синема-центр», «Азия», «Емьян». В кинотеатре центральном у нас пройдет творческая встреча, у нас приезжает еще Юрий Колокольников, российский актер. Ну, прекрасно. Значит, Ирина Андреевна, я, во-первых, благодарю, что вы пришли на эту передачу, у вас сейчас очень самое такое время, где время, как сказать, собирать все, что задумано, но, как бы, в завершении нашей передачи, нашей беседы, которая называется «Элитэм», я вот не могу не вспомнить, как ваша мама рассказывала о Черском, вернуться такой, Черский такой, да, вы же с Черского? Да. Ну, вы свободно говорите по-якутски, по-русски, по-английски, так, да, и вот сейчас вот все время думаю, что Черский же это край света, так, да, ну, по тем временам, да, и сейчас, наверное, у нас тоже, как бы, как край кумены, так, да, и то, что вот девочка, которую я вот в фильме видел, она, как бы, сейчас мыслит уже такими масштабами всего мира, и через кино, это же здорово, да, поэтому я считаю, что вы являетесь человеком, очень, таким, подвижником нашей культуры, нашего кинематографа, патриотом, это сразу видно, поскольку вы все время говорите о том, что наше кино должно стать мировым, вот, я благодарю за то, что вы приняли участие, если что-то добавить есть у вас, то вы скажите, а если нет, то на этом завершаем, и я хочу вручить вам книгу, мою книгу, которая называется «Путь к культуре Саха», ну, это много событий, которые в этой книге и идеи, замыслов сформулированы, вы знаете, я с благодарностью вручаю вам эту книгу. Книга это Георгий Данелия, Чита Грита, это потрясающий режиссер, один из моих любимых советских кинорежиссеров, это просто удивительная книга, у меня она, видите, как уже выглядит очень потрепанной, потому что ее многие брали и просто все в полном восторге, потому что она рассказана очень интересным языком, она юмористическая, у Данелия же потрясающее чувство юмора, у него все фильмы, там есть и такая тоска какая-то, да, вот, и в то же время всегда есть юмор, то есть и вторая книга это тысяча и один фильм, который вы должны посмотреть, то есть в этой книге собраны вообще все величайшие фильмы всего мира, у нас как бы традиции, здесь надо будет написать библиотеки передачи Элита фильмы, и фильмы,